Ну что ж, друзья, всем привет, рад вас снова видеть. Сегодня мы копаем картошку, продолжаем копать картошку, осталось примерно 50 соток. Дон Фенге мы сегодня копаем, ребятушки, и посмотрим, как он это делает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, дорогие подписчики и коллеги моего канала, рад вас снова видеть. Ну, наконец-то, выкопал я всю картошку. Сегодня тематика пойдет у нас на картошечке. Основную часть всю, процентов 70, я копал на Дон Фенге 244 G2, ребята. И хочу поделиться с вами немножко мнением, рассказать, какой урожай, как копалось, как копалка Керланд КТ-1. Вот. В целом, рассказать вам о многом еще и интересном. Что я хотел сказать, ребята. Выкопав все поле, примерно составило... Чтобы вы представляли, было посажено гектар 35 соток где-то. 35 из них смело сгнило. Сгнило. Просто в ноль. От воды, от переуложнения, от особенно низ моего поля, сгнило. Вот. Но гектар мы выкопали. Ориентировочный вес получится, ребята, с гектара 15-17 тонн общего картофеля. Большой картошки вышло около, пускай, где-то 6-7-7 тонн, ребята, будет. Процента 35-36 крупного картофеля. Основной процент занял у нас средний картофель семенной, можно сказать. И мелкий картофель тоже он был. Сорт Уладар. Очень доволен. Честно скажу, многие люди, кто покупали со мной, это была вторая репродукция. Все были довольны, всем понравилось. Реально картошка вот. Что я хотел сказать по трактору, ребята. Были классные вопросы. У кого есть похожая копалка, говорят, почему Рома у меня забивается навсегда спереди. Для этих копалок, конечно, идеально хотелось бы иметь чистое поле. Тогда она никогда почти не забивается. Но есть главный момент в этом. Тот момент, что все зависит от скорости трактора. Ребята, если у вас заводы Сентай трактора, а основном у них первая передача, очень быстрая пониженная передача, и вон 540 оборотов, не успевает ее обрабатывать и выкидывать. Из-за этого на многих тракторах, у кого есть 1000 оборотов или 720, это уже меняет всю картину. На данном тракторе есть 540 и 1000, ребята. Всю картошку я копал, заросшую даже сильно, только обил и сразу копал, можно сказать, на 1000 оборотов. Почему я это делал? Медленно едешь, очень хорошо землю вытрясает. Реально медленно едет трактор. Вообще мне нравился CG2, да, ребята, он очень низкоходный, очень. Вот Shifeng еще 244C, модель тоже очень низкоходная. Там вообще 540 оборотов, но и тон, она еще медленнее, чем в DonFeng, вы представляете, да? Из-за этого у многих, у кого такие трактора, у кого первая передача слишком быстро, рекомендую на копалке сразу же менять шестерню, либо звено и как-то делать так, чтобы она быстрее работала. Только в этом случае у вас не будет спереди забиваться копалка. Как он себя проявил? Как на нем копать? Честно сказать, из всех тракторов, на чем копал, на этом тракторе реально самое удобное копать. Честно вам скажу, комфортно все под руками, обороты выставил и потихонечку поехал. Да, скорость копания, ребята, что вы представляете, это 250 метров. У меня один ряд получался примерно, там 200-250, чтобы вы представляли, да, до самого конца. Да, и вот он один проход делал ровно за 15-17 минут. Это очень долго, но можно было быстрее. Ну, на порядок бы много картошки копалка бы данная засыпала. Вот, ребята, и как бы, блин, решил я лучше опускай медленно, но качественнее, чтобы картошки было больше сверху, чем спрятано над подзельем, грубо говоря. Конечно же, еще и погода нам, ребята, не давала, так как было мокро, реально очень мокро. Где под суши, супер, копало без вопросов, всех нареканий. В целом, копалка неплохо себя проявила, друзья. Еще раз повторюсь, ленту у меня оборвало на 30-м часу. Почему? Кто-то кинул в огород мне арматуру, ребята. И она завязалась за один, получается, пруд и снизу второй. Пошла на разрыв и оборвала. Из-за этого, конечно, мы уже ленту ремонтировали, так как она реально ходит нормально. В целом, неплохо эта копалка выдержала. В общем итоге, сколько, примерно сколько я выкопал на ней в этом году картошки, и помогая многим людям. Как говорится, всем помог, а я когда себе начал делать, начиналась проблема уже у меня. Но суть не в этом. Примерно выкопал я около 4,5 гектар на данной копалке. Скажу честно, неплохо себя проявило. Можно, конечно, сделать подрезные ножи, как я говорил. Обязательно нужны резиновые колеса. Так как если бурбочка валивается под железное колесо и лезет, сразу ее давит. Резиновая вомнется. И также, когда бугор какой-то, камень попадает, что? Оно вомнется и поедет дальше. Резиновая обязательно. В целом, почему некоторые говорят, ой, как-то надо удлинять транспортер. Ну, не скажу честно, ребята. Если у вас есть тысяча оборотов, ничего удлинять не надо. Она просто на порядок быстрее чистит всю картошку. Просто вопрос скорости. То, что вы на порядок дольше это делаете. По Дунфенгу, да, действительно, друзья, по расходу вообще пшенищица вышла. Там, я не знаю. Не знаю, друзья, тяжело сказать. Но где-то полтора литра в час максимальный расход получился. При копании это максимум. Если не литр двести, очень экономичный. По комфорту, еще раз повторюсь, друзья, просто космос. Это реально правда вам, ребята. Все-таки чувствуется на нем комфорт. Как он ведет себя, уверен на всем. Ну, и также здесь выручала система независимая ВОМа. Как я вам говорил, чуть-чуть, если, допустим, нагребается спереди у копалочки. Нажали полпедали. Сцепление ВОМ работает дальше. Потом отпустили, поехали дальше. Реально очень классный и удобный механизм. Так как на других тракторах, ребятушки, приходилось выключать передачу. Потом встать на нейтраль и ВОМ включать. Так что, вот такие дела. Доволен ли я по урожайности? Доволен ли я? Ну, что я могу сказать? Не супер, честно скажу. Не супер доволен реально ценник. Всем интересны цены. Какие цены на картофель? Скажу, как есть. Сейчас продается она там по 85 копеек. Вопрос объема. Если у вас свыше 10-15 тонн, уже давно по рублю она уходит. Чтоб люди не мучились. Говорят, нам надо заехать, набрать машину. Даже готовы и больше платить. Цена доходит до рубль 10 на опте. Но от большого объема. Если у вас 100 на 2-3, конечно, она уходит 85-95. Но, что замечено было? Что каждую неделю цена растет. Каждую неделю. Немного, по 5 копеек. Но каждую неделю она поднимается, друзья. Ну, вот, наверное, и это будет все. Так что давайте мы посмотрим, как он это делал. Также мы копали, ребята, я еще копал конной копалочкой. Неплохо, честно скажу. Мне тоже нравится и конная копалка. Но да, транспортерный получше. Честно сказать, именно по качеству копки транспортерная получше копает. Однозначно. Тут даже спору, ребятушки, нет вообще. Так что ладно, давайте посмотрим, как мы копали, как мы возили, как мы выгружали. Вот, в целом все это. И что хочется сказать? Вот многим людям я в деревне помогаю. Все. И многие пришли просто помочь безвозмездно копать мне картофель. Я всем признателен, ребята. И что, пускай всем будет, как говорится, всех благ, здоровья, тепла, любви и удачи. Ну что ж, друзья, вот так наше видео подходит к концу. Что я хотел вам сказать? Что по трактору вообще вопросов нету. По копалке вообще вопросов нету. По картошке скажу, как есть. Честно сказать, надо этим плотно, хорошо заниматься. Вовремя все вносить. И тогда, может, действительно вы что-то заработаете. А так, как по мне, это реально тяжелый труд, который даже за рубль он слабо ценится. Я честно скажу, я считаю, что картошка должна стоить на порядок выше, чтобы этим было выгодно заниматься. Либо это должно делать все комбайнами, техникой и большие объемы, и удобрения вносить как бы. Но я заметил одну вещь, ребята. Если вы чисто занимаетесь картошкой и сами, если ее еще реализовываете на рынке, тогда да. Это очень неплохой заработок. Это реально хороший заработок. Но если вы, ребята, просто вот как я, я все равно не успеваю много чего. Распыляюсь. У меня и голубика, и то, и все, и видео, и обзоры, и все подряд. Короче, времени нету. Ну то так себе, честно вам скажу. Да, не в минус, пускай плюс будет, но небольшой. Но труда и времени было утеряно. Реально колоссальное время. Так что, как правильно, многие мои друзья говорят, Рома, если бы ты чисто этим занимался, тогда да. И я с ними не спорю. Тогда да, друзья. Если бы я чисто картофелем занимался, конечно, я скажу, результаты были бы другие. Но так как я распыляюсь по факту, на то, на то, вырвись там, вырвись тут. Ну, честно сказать, такой результат. Так что, ребята, всем хороших урожаев. Всех был рад вас снова видеть. Пишите свои комментарии, мнения по картофелю, как у кого в этом году урожай. Вот. Ну, как я хотел сказать, когда я бесплатно всем людям делал все, я обратил внимание, из 12 человек только у двоих был картофель нормальный. И то из этих двоих даже у меня картошка была еще лучше. На самом деле, если вам говорить правду. Так что, вот такие вот у нас дела. Всем пока, до скорых встреч. Всех был рад вас видеть. Не забудьте подписаться. И хотел, ребята, сказать, что на все трактора и навесное оборудование скидка от моего канала. Обращайтесь в инстаграм. Помогу, подскажу, дам консультацию минимальную, чем смогу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok